Он всегда был очень любопытный, всегда находил в жизни какие-то несоответствия, несуразности, какие-то сколы, он всегда их замечал и вытаскивал, как-то он озорно это делал, вот он озорничал вокруг этого, в нем еще всегда звучит музыка. В основном музыкальное содержание остается в юности, а он его вот сохранил как-то до сих пор. Поэма называется «Друг». Когда вдоволь наковыряешься в словах и понимаешь, не так уж широк их круг, Коркою выступает на потрескавшихся губах старое слово «друг». И мы были мальчишками в нашем пустырном дворе, наша школа и класс. И я жил на втором этаже, но он на четвертом, и слово его было «ре», а мое было «до». Да и так ли, не вспомнишь уже. Мы портфелями дрались, курили еще втихаря, по подвалам и стройкам, себя не пуская на свет. Я в тельняшке ходил, и меня все тянуло в моря. Ну а он в музыкальную школу носил свой кларнет, нам порой опять доставалось от местной шпаны. Где теперь та шпана? Растворилась, как дым над костром. Да и наши мальчишечья лица почти не видны. Он забросил кларнет. Я не стал боевым моряком. Абсолютно позитивный. Человек, который даже если он в плохом настроении, даже если у него что-то не так, он его не скрывает. Он все равно излучает позитив. У него есть особое видение обычных вещей. Я поражаюсь тому, что вот я смотрю его фотографии, ну забор. Ну это произведение искусства. Лужа, лист. Ну это произведение искусства. И вот так вот все. Для меня Игорь это вот такая икона стиля. Зачастую он видит то, про нас, чего мы сами про себя не видим. Журналістику цілком можно вважать найдавнейшую людською профессией. Вона народилась разом с письменностью. Першими были летописцы. Наши сучасники, блогеры по-модному. А как это в своей профессии поеднует журналіст за покликанием мететь своего слова? Ходімо подивимось. Доброго утра. К вам можна? Можна. Вначале был кларнет. Казалось бы, при чем тут бабушка? Есть у меня подозрение, вот только оно достаточно поздно пришла эта мысль, что не только папа постарался в том, чтобы отдать мне музыкальную школу именно по классу кларнета, а и бабушка моя, папина мама. Потому что, как правило, бабушки всегда трясутся над детьми, да, им кажется, что они там всегда болеют, они всегда несчастны, им чего-то не хватает и так далее. И вот у меня есть такая мысль, что бабушка хотела, чтобы у меня развивались легкие, как у маленького мальчика. Я был слишком худенький, такой себе маленький. Вот. И, видимо, вот этот симбиоз, союз, вернее, папа и бабушки, вот и дал мне этот путь в музыкальную школу. Кларнет я люто ненавидел, потому что гаммы бесконечные, ноты какие-то непонятные, в общем, это было ужасно скучно. Вот. И что такое кларнет? То есть все, все, все пацаны со двора там посмеивались, что ты там ходишь, что они кладут, дуй, дуй, а ну подуй-ка в дудку. Ну, смешно. Музыкальная энергия присутствовала и должна была выплескиваться. И началась, начались просьбы научить папу играть на ударных инструментах. Это уже барабаны, да. Это установка этого ударного инструмента. Да, да, папина, да. Потом папа мне еще предложил поучаствовать в большой структуре, в оркестре, в духовом оркестре, на кларнете. Вот. И я говорю, ну хорошо, можно попробовать. И вот живое свидетельство того, что я вместе с отцом участвовал в духовом оркестре, в заводском. Участвовали во всех праздниках, во всех парадах. Вот. Так что я вот, у меня даже форма была. История вот этого, вот этого, вот этой фотографии, значит, вот в этой комнате школьника, о которой я вчера рассказывал, да, был вот, собственно, вот такой альсамбль, да. Ну какой я был красивый мальчик. Я такой мальчик был, красивенький. Пробовать писать я начал где-то с 2001, наверное, года. Вот примерно так. То есть потихоньку, потихоньку, начиная с маленьких заметок. Вот. И потом уже, потом уже попытался писать такие авторские, ну, можно назвать авторскими колонками, что ли. Вот. Ну, это не совсем колонки, это полноценные материалы, статьи. Вот. Ну, я всегда исключительно руководствовался собственными субъективными такими видениями определенных событий и писал то, что вижу, описывал, описывал то, что я думаю и вижу. Вот так. Ну, вашу газету покупали благодаря вашим передовицам. В основном, да. Если уж быть до конца откровенным, то скажу так, что, когда начало выходить, только появилось, я уже не помню, сколько это лет назад было, когда начала выходить программа Шустер, Шустер, да, ну, «Свобода слова» Шустером еще первая. Вот. Я сидел с блокнотом перед телевизором и записывал какие-то, какие-то ключевые вещи, такие, ну, которые на тот момент нельзя было встретить больше нигде. Ну, то есть, ни в интернет-изданиях, как раз тогда только-только развивающиеся, да, ни в печатной прессе. То есть, я сидел записывал, а потом на основании вот этих каких-то, ну, может быть, несколько скандальных или там откровений каких-то, да, героев вот этой программы «Свобода слова», то есть, я на этом строил, ну, не то чтобы полностью материал, но основную часть я строил на неких вещах, которые не были известны. Потом, когда это все потихоньку начало уходить в интернет, в прессу, то есть, это перестало быть, ну, я имею в виду программу, да, она начала размножаться по разным каналам, то есть, разной вариацией и так далее, с другими ведущими. Вот я от этой практики отошел и начал, собственно, собственно, писать исключительно из своих соображений и видений какой-то ситуации. У меня не то чтобы острое там слово, да, я когда-то пытался определить, как бы стиль, стилистику, да, свою, вот, и у меня получилось такое некое определение, такое иронично, ироничный сарказм. Вы пишите блоги? Я не пишу полноценные блоги. Свои тексты в Фейсбуке я не могу назвать полноценными блогами, потому что это мысли, ну, просто мысли какие-то, вот, вот собственность. То есть, я, я как бы рекламирую себя, такой пиар самого себя, то есть, я не даю забыть о себе. А то, что касается мировоззренческих, позднее Стругацкие, ранее это такая, такая космическая литература, такая, немножко пионерская, вот, а вот позднее Стругацкие, это да, это, это то, что, то, что формировало мировоззрение. А что для вас экстремальная ситуация? В 95-м, 96-м году, когда я уже несколько лет не был связан с полиграфической деятельностью, случилась такая возможность поехать в Чехию печатником. Другая страна, чужой язык, ну, не то чтобы экстремальная ситуация, а такой некий, некий культурный шок. И в Чехии я увидел супермаркеты, например, банкоматы. И вам нужно было в этом ориентироваться? Это, в общем-то, и было такими? Да, это был, это был такой, такой себе экстримчик, такой, потому что я, ну, вот представьте себе человека, который никогда в жизни не видел банкомата, то есть, только в кино иногда там мельком, да, и тут раз, а нужно было там свою зарплату там снять из банкомата. А как им пользоваться, да, куда говорить, стереотип такой, то есть, мечта каждого, каждого пишущего человека, да, что вот, вот, вот предел мечтания, то есть, это с ноутбуком сидит где-нибудь на пляже на Бали, да, в Таиланде, вот, и удаленно писать, потому что вот я такой, да, то есть, больше ничего в жизни не нужно, да. Вот это, как раз черная смородина, красная смородина и малина. Вы еще и варенье варите. Это вишня, вишневая варенья. Это тоже как проявление художественной натуры и творчества. Проснулся утром, захотел сварить варенье. Желание и возможность музицировать, оно ушло, а осталось желание музыку слушать, коллекционировать, собирать и гордиться тем, что в чем-то я хоть разбираюсь. А это все музыкальные инструменты или вы еще на каких-то играете? Да, я, собственно, и на этих-то уже, уже, можно сказать, не особо играю. Не играю. А, еще был саксофон. На фоне нелюбви к кларнету и параллельно вот этим гитарам, там, барабанам. Я на саксофоне научился, выучился играть сам, без использования нот. То есть я научился импровизировать на саксофоне. К нам пришел зритель. Игорь, кто это? Это Портос. Любимый кот. Ему 11 лет. На кого похож Портос в вашей семье? Ой, не знаю. Сложно сказать. Сложно сказать. Портос шикардос. Портос шикардос. Вот. Ну, собственно, все. Осень, которая сегодня нас, вот, природа балует, слава богу. Вот такая осень мне по душе. Слово осень, да, то есть осень у многих людей ассоциируется с закатом. То есть с закатом, с уходом и закатом, там, лета, да, закат, там, хорошего настроения, закат каких-то ярких летних впечатлений, там, ну, у всех по-разному, да. Вот подобная погода, она не ассоциируется с закатом. А скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то сладкие соки? Там какие-нибудь... О, манго есть, да? Да. О, манго пойдет? Манго. Это называется формат журнала Esquire. Интервью, да. То есть они начали внедрять такой формат, то есть интервью без вопросов. То есть, как бы, человек, ну, вот, интервьюируемый, да, вы, е, мы, вот, вот, он, как бы, получается так, что он просто говорит рубленными фразами. На самом деле это ответы на вопросы, то есть просто вопросы не печатаются. Ну, и очень прикольно, то, я-то, там, то-то-то-то-то, потом раз вдруг, как неожиданно, я, там, в детстве ненавидел то-то, то-то-то, потом раз вдруг, а вообще-то, конечно, там, и, то-то, то есть оно очень прикольно читается. Я не знаю, как это правильно называется, но я это называю в стиле журнала Esquire. А вы, как журналист, проводили интервью? Есть у вас такая практика? Да, да. На самом деле я начинал с интервью в начале пути писательского, вот. Я почему-то считал, что интервью – это наиболее легкое занятие для журналиста, ну, по сравнению, например, с написанием, там, аналитики какой-то или, там, вообще просто, просто выражение мыслей каких-то, вот. И, в общем-то, это оказалось не совсем так. У меня вышло, не помню точно, ну, наверное, три или четыре интервью, и я это дело благополучно забросил. Хотя интервью, на самом деле, хорошая, очень штуковина, и это такой, несколько провокационный, на самом деле, жанр. Провокация, да. Провокация, да. И суметь так, чтобы не обидеть человека, и все-таки вывернуть его наизнанку, да, то есть какие-то вещи… Не перейти грани. Да, не перейти грани, очень сложно. А какие у вас есть ваши фирменные приемы в вашем жанре? Фирменные приемы, они у каждого состоят, как мне кажется, в том, в построении фраз каких-то, предложений, да, вот я предложения вот так складываю, а кто-то немножко по-другому, кто-то более сухо, да, а кто-то более сочно, вот. Ну, вот, собственно, и все-таки, ну, мне кажется, что я не очень сухо складываю предложения, слова в предложения, вот, и… И не очень сочно? Нет, ну, достаточно сочно. А приключения? Вы любите приключения? Нет. Я больше системный человек, хотя, ну, если говорить о… ну, это не приключения, это, скажем, это впечатление. Вот впечатления, я, да, да, я их, я ими питаюсь. На программе «Контраргумент», обсуждая каждый раз разную тему, вы чувствуете себя на своем месте, да? Я чувствую себя не то, что на своем месте, я чувствую себя уже экспертом по всем вопросам, потому что программа «Контраргумент» уже идет, вот, уже год, вот, и получается так, что я разбираюсь, ну, практически во всех вопросах. Вот у меня всегда находятся какие-то острые комментарии или вопросы. Эксперт из всех вопросов, журналіст, публицист Игорь Пох. Той, что научился играть на саксофоне и барабане от нелюбови до гри на кларнете, погляд которого банку з вареньям, змальовує на поетичный образ. Залишайтесь з нами, просто люди міста Миколаєва.